Я в прошлый раз приводил вам целый ряд живых примеров, и этим примером я хотел показать, что некоторые очень абстрактные философские или художественные построения, знаем мы об этом или не знаем, глубоко затрагивают. Некоторые чисто жизненные переживания в наших душах, и цель этих примеров была предупредить вас о том, что есть какие-то перипетии наших душ, раздирание души, распады или наоборот, собирание, в зависимости от того, понимаем ли мы, как устроен мир, или на философском языке понимаем ли мы антологию. И на примере Пруста об этом хорошо можно говорить по одной простой причине, что, хотя я говорил вам, что проблема реализма в художественной литературе, так и проблема идеализма в философии, суть надуманные проблемы, то в этом случае, в случае Пруста, и почему на примере Пруста удобно говорить, мы имеем дело с тем, что я назвал бы реализмом души. Повторяю, те примеры, которые я приводил, они тем самым говорят или свидетельствуют о том, что весьма благотворно заниматься реализмом души, не реализмом описаний, не реализмом мира. А реализмом души в том смысле, что есть какие-то реальности того, как мы вообще можем что-либо сознавать, того, как мы вообще что-либо можем переживать и чувствовать, того, как мы вообще что-либо можем помнить. И на эти реальности наталкивается наша душа, совершенно независимо от того, хотим мы этого или не хотим, начитанные мы или не начитанные, занимаемся ли мы философией или не занимаемся, читаем мы Пруста или не читаем, и вообще читаем ли что-нибудь. Вот эти вот наталкивания жизненные, ну скажем, я показывал вам, во что превращается чистый артистизм, а артистизм это просто какая-то способность, которая может быть у вас, у меня. Если он остается чувственным проявлением наших дарований, и мы видим, что тогда он смыкается с некоторыми физическими качественными формами и поглощается в пустоте красивых материй. Это описать так поэта или писателя, или человека, наделенного способностями художественными, есть заниматься тем, что я называю реализмом души. Это есть реальное его описание, то есть описание того, что с ним может случиться. Или повернем, иначе скажем. Фактически все, что я говорил за все эти уже довольно многочисленные лекции, это было указанием на то, что существуют некоторые тексты или антология сознательной жизни, сознательного бытия. Совершенно объективная, нами неотменяемая. Есть какая-то структура души и структура истории. Они не меняются. Они различным образом символизируются, различным образом проясняются. Но все время повторяются некоторые структурные сцепления как бы по каким-то кругам. И то, что нам сказано каким-то текстом, ну, скажем, я говорил вам, что жизнь Христа и образ Христа есть текст сознательной жизни. Он символ того, что и какие возможности есть у нас в душе. Ну, это священный текст. А можно взять и литературные тексты таковые. То есть литературные тексты воспроизводят в себе текст сознательного бытия. В нем есть какой-то синтаксис в этом бытии. И этот синтаксис написан какими-то буквами. Иногда эти буквы проведены кровавым следом в нашей душе. И у нас есть шанс эти буквы расшифровать. Но иногда они и не проведены. У нас не было такого опыта. Или если проведены, то мы, у нас нет сил на то, чтобы их расшифровать. Пуст на своем даже опыте печально замечал, что то, на что никогда не хватает по-настоящему сил, это расшифровать подлинное впечатление. Или то впечатление, которое в душе. Я напоминаю вам, что под впечатлениями я имею в виду в каждый раз непростые, непросто восприятия, какую-то совершенно особую категорию вещей. Называемую впечатлением. Так вот, если есть такие тексты, то те примеры, которые я вам приводил, говорят о том, что мы можем и задача наша, как людей, собственной жизни, состоит в том, чтобы медитировать на такого рода текстах. Медитировать так, чтобы что-то от этих текстов проскочило в нашу душу и проявилось в ней. Что-то от этих текстов проскочило в нашу жизнь и проявилось организацией или собиранием этой жизни, каким-то упорядочением этой жизни. Потому что естественным образом, как вы знаете, мы живем весьма неупорядоченно. То есть наше сознание, наша жизнь неупорядоченная и рассеянная. Значит, мы повторяем, медитации на текстах можем достигать того, чтобы давать некоторым свойствам этих текстов, тому, что записано в них, проявиться в каких-то организациях наших собственных мыслей, чувств и в целом в собирании нашей жизни. А все рассуждения предшествующей лекции, которые были о мире как представлении, помните, я довольно подробно эту тему развивал, они служили мне для закрепления того, вернее, той проблемы, вернее так, проблемы того, что вообще всегда стоит вне наших связей. именно эта проблема является проблемой реальности у Круста, реальности как произведения, так и самого мира, так и души. то есть я уже, по-моему, вам эту стату приводил и напомню вам ее. Просто в одну строку написано вот эти вот, то, что я сейчас перечислил, я сказал реальность, реальность души, то есть реальность мира, реальность души и реальность произведения. Вот в пленнице, я, насколько помню, эту стату вам приводил, там буквально через запятую идут. это просто называют важными вопросами. Важные вопросы. Вопросы реальности искусства, вопрос реальности, имеется в виду реальность мира, и вопрос вечности души, или реальности души, или бессмертия души. это одно и то же. Довольно интересно, что в одну строку стоят три реальности, как одна реальность. Реальность мира, или действительности, реальность произведения, мы об этом на прошлой лекции говорили, и реальность души, в смысле вечного ее существования. я говорил вам в прошлый раз, что есть что-то реальное, в том числе реальность души, что и реализуется произведением. Так вот, тема мира представления, повторяю, была для того, чтобы закрепить вот эту вот вещь, что все, что называется реальностью просто, вот эта тройственная реальность перечисления через запятую, это все реальность в смысле чего-то, что есть вне наших связей, то есть вне наших привычных сцеплений мыслей, вне наших культурных стереотипов, вне наших привычек, вне категории нашего знания, не в том смысле, что это недоступно категориям нашего знания, нашего знания, или недоступно нашим культурам, а в том смысле, что когда это есть, это работает вне и помимо связей, тех, которые мы нашими представлениями налагаем на мир, или иными словами, реальность не зависит от наших представлений, в том числе реальность души, которая, казалось бы, есть, только и есть представление, она не зависит от наших представлений, она стоит вне связи, ну, скажем, простая вещь, почему, я уже эти стороны метафоры вам говорил, описывал, почему, собственно говоря, метафора такой проблемой оказывается у Фруста, да и вообще во всем искусстве, до одной простой причине, метафора ведь есть соединение того, что без метафоры не связано, не находится в связи, разнородно, и вообще одно в одном месте, другое совсем в другом не связанном месте, не связанном месте, и метафора соединяет их помимо наших связей, то есть помимо того, как мы могли бы нашими психологическими способностями, нашими привычками, нашими стереотипами это связать, ведь по стереотипу элементы метафоры не связаны одна с другой, как раз метафора называется нечто всегда, что противоречит стереотипу, что привычным образом не связано, что привычным образом настолько разнородно и бессвязно, что никакой разумной рациональной связи между элементами этими установить нельзя, и скажем, даже когда я вам описывал строение души нашей, как оно выглядит по пути Пруста, я там ведь брал довольно интересное состояние, помните, я говорил вам анархический момент или анархический ритм в нашей жизни, когда мы путем остранения и разрушая следовательно установившийся порядок культурный отступаем куда-то в сторону, я вот в этой связи говорил вам о важности накопления в наших душах каких-то особых состояний и теперь я обращу внимание на одно свойство этих состояний так, чтобы использовать примеры этих состояний в качестве иллюстрации для того, что я говорю, называю проблемой находения вне наших связей, есть что-то, что находится вне наших связей, например, я говорил о том, что мы скажем в отрицании, в святотатстве, в опробовании мира, почему-то все время тяготеем такого рода состоянием, которые не имеют заранее заданного объекта, то есть направленность которых не существует в готовом мире культуры. то, что принято или то, что дозволено, то, что этично, то, что законно, это та связка, которая дана или преддана в культуре нашему любому движению. Мы делаем что-то для чего-то. в этом смысле вот этого рода состояния имеют будущее, они все цели направлены. Я уже другими примерами в другой связи показывал, что в силу того, что всякое наше действие оно проецировано вперед, в силу этого оно стирает большие куски нынешнего впечатления по одной простой причине, что какие-то куски нынешнего впечатления не могут быть использованы в качестве элементов достижения цели, которые являются логической возможностью наших представлений. Я знаю, что если я передвину книгу и отпущу руку, она упадет. То есть падение книги есть возможность в терминах которой я вижу само это событие книга в мире. Но помните, я все время рассказывал вам как коварные вообще возможности, что оказывается реальность стоит вне возможностей вот в этом смысле слова. Она каждый раз ничего общего с ними не имеет. Помните знаменитый пример с ножом, который вонзается в сердце в момент разглядывания облаков. Чаще всего реальность именно в таком виде и оказывается нам доступной, то есть вне какого-либо окутывания ее цепочкой наших возможностей. Вот мы просчитываем облака, а в это время совершенно вне связи с этим нас ударяет нож в сердце или слова о дэд, что да бросьте, не помню я, может быть, два или три раза спала женщинами. Вот сама эта возможность, что человек даже может забыть что она спала с женщинами и так вот это воспринимать в своей собственной душе это совершенно не фигурировало в тем, как проецировал Сван и Адет в мире своих объектов, которые приписываются возможные допустимые поведения. Ведь я знаю, что книга упадет на на стол, если я подниму ее и руку обущу. Но так же, как я знаю, что вы и я поймем лишь часть того, что я сам говорю. Но это не обязательно реальность. И реальность, я подчеркиваю, невыводима из возможностей. Так я в качестве ценных, накапливаемых нашим трудом, трудом страдания, трудом недеяния, мы придерживаем действия. Есть какой-то труд жизни, который не производит никаких видимых продуктов. В этом труде жизни в том числе есть и нарушение нормы, святотатство, осквернение. И оказывается, приводя такие примеры, я брал состояние, не имеющее будущего, то есть не содержащее в себе будущее как элемент своей собственной проекции. И эти же состояния могут быть никогда не бывшими настоящими. Вот это сложный пункт. Значит, я говорю состояние, не имеющее будущего, безнаправленное, неориентированное состояние. и они же состояние, не имевшее никогда прошлого. То есть никогда в прошлом не бывшие настоящими. То есть не вышедшие на уровень свершившегося события. например, то, чего я не понял об Альбертине ушло в образ моря. скажем, просто ведь любовь к прекрасным девушкам в цвету есть чаще всего любовь не к ним самим, а к чему-то, что ищется через них. Ну, скажем, он бежит за девушкой, а в действительности он бежит за тем, чтобы увидеть море. Он-то думает, что он бежит за девушкой. Я имею ввиду эмоциональный бег, не обязательно прямой физический бег. Так вот, вот этот образ моря, я спрашиваю, был ли он когда-либо настоящим? В прошлом был ли он настоящим? То есть пережитым или случившимся? Нет. Он относится к категории несвершившихся состояний. И память упруста чаще всего имеет дело с невоспоминанием, потому что ведь нельзя вспомнить то, чего и не было. А созданием какой-то структуры или конструкции, посредством которой случилось бы то, что в прошлом было, но не случилось как прошлое или как настоящее в прошлом. то есть это означает, что то, что имеется в виду упруста под памятью, как нашей умственной функции, но действительность не психологической функции, как элементом антологии сознания, то, что имеется упруста в виду под памятью, есть тоже нечто, что стоит вне наших связей, но в том числе вне связей, которые память выстраивает путем своих сознательно контролируемых актов. Работает вне этих связей и поэтому есть реальность. Это понятно? Ну, попробуем еще дальше пояснять это. Но пока я к этому вернусь еще, пока я помечу еще кое-какие связки этого. Я напомню вам, что когда я вводил категорию называемую впечатление, я характеризовал ее, то есть впечатление как нечто не вполне знаемое. не вполне знаемое в одном очень простом и глубоком смысле. Музыкальный мотив, который нас преследует, он нас преследует и привязчив именно потому, что не вполне ясно, что он говорит. Так в этом его и притягательность, в этом его и повторяемость, не вполне ясно, что он говорит. если мы вполне знали бы, он никогда бы и не звучал бы повторно в нашей душе. Вот впечатление есть вот это, что я сейчас иллюстрировал посредством музыкального примера. Нечто не вполне знаемое и поэтому повторяющееся. Оно как бы его повторение, как бы есть способ его бытия, этого впечатления, состоящее в том, чтобы разобраться в самом себе, как варьируясь. Идут вариации мотива в музыке. И вариации существует только потому, что сам мотив есть нечто не вполне знаемое. И кстати, вот это пространство его вариации гораздо важнее или то, что происходит в пространстве его вариации уже независимо источника звука или источника мотива гораздо важнее, чем содержание причины. Содержание самого звука, который произвел нас это впечатление. помните, теперь вы можете увязать с тем, что я сейчас говорю, а я говорю, заходя все время с разных сторон, просто потому, что то, о чем я говорю, само по себе прорастает в самые разные стороны и в самые разные ячейки нашей психики и нашей души. так вы сразу увидите здесь связь того, что я сейчас говорю, с тем, что я говорил, казалось бы, в другой связи о памяти, как искусственной памяти, выполняющей роль ящика резонанса. Ну, а резонанс и тоже есть вариация. Что-то уточняется, варьируясь или резонируя. Многократно в разных видах, но оставаясь этим не вполне известным, не вполне ясным, не вполне понятным, не вполне знаемым впечатлением, повторяет себя и повторением уточняется. И остается все время новым или живым. А это парадоксально. Сейчас вы пока не видите парадокса, а сейчас вы сразу увидите, если я скажу так, мы длением жизни стареем. Все стареет длением, просто потому, что длится, потому и стареет. А тут я вам привожу примеры чего-то, что длением не стареет, а наоборот, дление оказывается условием вечной молодости. этого. Или теперь я вводя на следующую нить скажу так, что ну, короче говоря, в такого рода переживаниях, который взялся описывать Пруст ценой не просто как какой-то безразличный предмет описания, а ценой поставив на карту свою жизнь и благополучие душевное. Вот эти описания все имеют дело как бы с миром, который я назвал бы миром сплошной аномалией. Или сплошной некоторой какая-то одна сплошная большая симгулярность, как говорят в физике. почему это аномалия? Потому что это такой мир, склонение которого, а у него склонение, он все время склоняется в бездну хаоса, распада, потери упорядоченности. И вот это склонение проходит по мне. Во мне мир склоняется. и я должен ответить на это развитием сознания или сознательной жизни, поскольку, если вы помните, по определению сознания есть изменение склонения. изменение или блокировка спонтанных сдвигов, хаотических движений в нашей душе, изменение того, изменение склонения, на которое толкает, то есть изменение склонения, в которое вводит нас, скажем, инстинкт, желание. Ведь вы знаете, что сознание есть, сознание изменения состояния. Если я сознаю ощущение, значит, я уже не совпадаю с ощущением, я не есть это ощущение. Так вот, эта аномалия, проходящая, как бы весь мир своим склонением, проходит через меня, и можно даже сказать, что если воспользоваться метафорой, а Пруст нас склоняет к тому, что мы и сами тоже пользовались метафорами, можно бы сказать, что мы люди существа наклонных поверхностей. Я уже говорил вам, что мы как раз на кривых должны удерживаться усилием. Мы существа наклонных поверхностей. И естественным образом на наклонной поверхности устоять было бы невозможно. Мы скатились бы в инстинкт, в хаос, в прямое и слепое удовлетворение желания с его неисчислимыми последствиями и так далее, и так далее. Так вот, эта аномалия выражается еще и вариативностью. Такой, что вместо того, чтобы длением стареть, вещи как раз длением остаются новыми. Во-вторых, фрагментарность это принципиальный шаг просто и вообще пожалуй всего развитого искусства 20 века. Это фрагментарность описываемых состояний по той причине фрагментарность, что эти состояния вынуты из наших связей, уже проложенных связей. И предполагается, что эти состояния должны, будучи вынуты из уже существующих культурных сцеплений, должны пойти по по другим сцеплениям, по сцеплениям реальности, то есть того, что есть само по себе, на самом деле, независимо от наших категорий, которые есть лишь нашей категории, то есть категории нашего жалкого человеческого психологического ума. И завершаются они входят они в реальность не по линии непрерывного развития сюжета. Или не по линии непрерывной завершенности, или непрерывно завершаемого сюжета. Романы или художественные тексты XX века, и не только, кстати, романы, это и в живописи наблюдается, и в музыке, тем более, не идут по линии непрерывного или линейного развития или экспликации содержания, что привычно для прозы и вообще искусства XIX и XVIII веков. Нечто вынуто как раз из этого непрерывного развития, являющийся, повторяю, тоже нашей категорией, это умозрительное развитие, которое мы даем сюжету. Нечто вынуто и поэтому оказывается фрагментом. И более того, в качестве фрагмента оно вообще оказывается, включаясь в реальность, вот то, о котором я говорил, которое не в наших связей, оно в этой реальности не завершается. Есть принципиальная незавершенность самых интересных произведений в XX веке. Ну, нельзя приписать случайности, что роман просто не окончен. Можно сказать, он умер раньше. Нет, он принципиально не окончен. Я уже говорил вам, что в конце романа мы видим человека, прошедшего путь и прошедшего путь так, что он может теперь писать роман. И так далее. Это бесконечно. Не окончен роман Музиля. Не окончены романы Джойса, в том числе тот последний, который он писал целых 30 лет. или разные романы есть просто фрагменты одного какого-то незавершаемого произведения. Не существуют сами по себе отдельно. То есть в отличие от прошлого искусства, в котором всегда была установка на создание некоторого завершенного и законченного шедевра, шедевр вы знаете, что это такое, даже по этимологическому смыслу слова, шедевр это ремесленник в конце своего обучения делает некое цельное произведение, которое завершенно содержит все, чему он вообще в принципе научился, чем он овладел. Всю сумму своего искусства и ремесла он должен вложить в это произведение. А художник в 20 веке уже почему-то этого делать не пытается. я пока вот так суммарно назвал некоторые черты аномалий, то есть вот скажем длительность не ведущая к старению, фрагментарность, незавершенность, вариативность, но пока это оставлю в стороне и скажу и так, что вот нечто, что находится вне наших связей и о чем мы узнаем например метафорой, она есть наша способность увидеть что-то стоящее вне наших категориальных связей. так вот это вот нечто о котором можно ли сказать что это есть и возможность этого есть нельзя я чувствую сейчас я вас слишком философию ошарашу так вот возможность этого есть нельзя ниоткуда вывести нельзя получить то есть это есть может быть только само или не быть а возможность того что это есть или это может быть нельзя ниоткуда получить тем самым я замыкаю с одной темой которую я вел на предшествующих лекций лекциях вот это вот введя вот это некое само которое аналитически не содержится ни в чем другом так чтобы мы могли обосновать его возможности когда оно есть оно с собой несет и свою возможность но это уже так сказать постфактум как говорил Бергсон если бы я говорит знал бы мир Гамлета то я бы конечно смог бы написать Гамлет он имел ввиду такие вещи мы обычно считаем что Гамлет есть типичный представитель какого-то мира или его отражение мы предполагаем что мы знаем какой-то мир и теперь говорим Гамлет есть типичный представитель этого мира но это дело в том что то что мы называем миром Гамлета то есть то что мы понимаем через типизацию данную в Гамлете родилось после того как Гамлет написан или образ этот написан вот это я думаю понятно что я сейчас сказал мир Гамлета есть продукт написания Гамлет то есть мир такой в котором Гамлет может существовать мир такой который нам понятен через гамлетовский тип и так далее и так далее он сам есть нечто родившееся именно потому что кто-то написал Гамлета образ Гамлета не произведение Гамлета в целом а образ образ Гамлета и ниоткуда следовательно пока нет Гамлета самого мы ниоткуда не могли получить возможность Гамлета значит я немножко перебил самого себя я тем самым связываю вот эту тему которую я сейчас вел с тем что я говорил раньше и что могло казаться вам парадоксом ну раньше настолько раньше что вы можете уже даже этого и не помнить ну я вот тут ничего поделать не могу я вынужден связывать некоторые нити хотя части таких нитей были очень далеко а именно вот это нечто само может быть только невозможным вообще есть парадокс что существует реальности только невозможные а в том что мы называем реальностью на самом деле все обстоит не так как кажется как-то у Еврипида есть хорошая очень строка он где-то я забыл уже в какой-то ромедии пишет говорит примерно так не сбывается то что мы верным считали и к нежданному боги находят пути так вот то что я теперь называю само то что само есть оно само и работает само вне наших связей вот это само есть то что я раньше называл невозможное помните тему я говорил о мужестве невозможного ну частично это связано с тем с тем просто самим определением того что я называл вам чистыми явлениями то есть такими как воля вера вера по определению есть вера в то чего не существует и что невозможно без этой веры в то что в то что существует помимо веры и в этом смысле не нуждается для того чтобы существовать в моей вере к этому вообще термин вера слово вера бессмысленно применять поймите что есть вот это опять случай антологии нашего сознания который диктует смысл диктует то как вообще осмысленно мы можем оперировать терминами относящимися к нашей сознательной жизни тем вера имеет смысл только в одном единственном случае когда она я выражусь старым афоризмом еще более непонятным конечно потому что он парадоксален но звучит красиво именно потому что она абсурдна веруя потому что абсурдна это вот осмеянное тертульяновское высказывание оно высказано с глубоким пониманием того как вообще устроено то существо которое термин вера может употреблять и находиться в состояниях называемых верой но более того это ведь широкая ведь очень вещь понимаете вот например писатель пишет и вот по смыслу того что я говорил в связи с Прустом приводя разные примеры проблемы в том числе и несколько раз обыграв каприз каприз или капризность Пруста который все время говорит о своей лени что ему лень было бы просто не было бы повторяю что не было бы живой искорки чтобы двигать рукой этот труд все таки физически по бумаге если бы не вот те вопросы жизни или смерти которые действительно возникают в акте писания так вот когда я приводил эти примеры я не сказал одной вещи которую сейчас мне нужно сказать понимаете акт письма он бессмысленен если то о чем пишешь не зависит от того что ты об этом пишешь то есть писать можно имеет смысл только о том что только существует в силу этого акта писания и нуждается в этом акте писания я ведь говорил вам о произведениях которые внутри себя рождают какие-то эффекты нашего сознания так можно сейчас более широко сказать но сам сам акт письма имеет смысл лишь если то о чем пишется рождается и держится на самом этом акте письма из чего вообще не было бы без выполнения письменного текста или просто текста вообще-то всякий текст письменный хотя письмене может быть не обязательно буквами так вот я возвращаюсь к тому о чем я говорил в связи с возможностью и невозможностью так вот невозможно есть то что никогда не фигурирует в реестре логических возможностей наших представлений которые всегда проецированы в будущее они наши представления знают как бывает например по воде ходить нельзя мы это знаем и наоборот следовательно символ хождение по воде а он конечно символ однажды Будда своему ученику который не понимал символического характера некоторых описаний нашей жизни и хотел научиться йогическими упражнениями ходить на воде так просто и сказал слушай не выпендривайся ради Бога так вот следовательно наоборот этот символ говорит нам о том что реально существующее или происходящее есть и есть то что мы назвали бы невозможным и во вторых именно невозможное требует веры и вот эту веру и тогда осмысленно верить потому что вера есть творение того во что веришь то есть то во что веришь не случилось бы если бы ты не верил а то что случается без веры не нуждается в нашей вере и там бессмысленно вообще этот термин применять так вот это вот веру прус называет экспериментальная вера значит сначала есть помните я говорю детская вера где ребенок верит в уникальную индивидуальность того что он видит воспринимает чувствует потом или потому как говорит пусс что реальность памяти складывается или потому что иссякает юношеская сила веры все вещи становятся похожи друг на друга и теряет индивидуальность так вот в качестве ну замены того что потеряна юношеская вера или детская вера потеряна рай потерян просто свою процедуру называть экспериментальной верой вера в смысле экспериментировать на каких-то особых своих невозможных условиях истину чувства и так далее а не получать все это в готовом виде извне вот это очень важный пункт и вот это вот неполучание в готовом виде извне и есть самая серьезная нить которая пронизывает всю тему в реальности угроза как в реальности самой действительности так в реальности произведения так и реальности нашей души давайте сделаем перерыв так вот это вот то что я называю невозможным в том смысле каком я определял то есть нечто само во-первых во-вторых лишь после того как оно само мы можем говорить о возможностях о причинах о мирах например о мире Гамлета связывать Гамлета с его миром и так далее и в-третьих вот это вот само я теперь назову другим словом это разум то что Фруст называет я это вам цитировал опять я отсылаю в прошлом лекции Фруст говорил так что помимо нашего или кроме нашего рассудка или над нашим рассудком есть разум как бесконечное чувствование разум значит вот видите уже само слово потребление разума поскольку я ввел его в связи с чем-то что я назвал само что я назвал невозможное что я охарактеризовал как стоящее вне наших категориальных связей говорит о том что слово разум сейчас я употребляю конечно не в психологическом смысле слова не в смысле психической или психологической и логической способности существа называемого человека значит что-то другое говорится нами философами художниками когда они вот в таком контексте и так употребляют слово или термин разум ну разум есть факт разума не что-то в нашем сознании о факте не что-то содержащееся в нашем разуме или в нашем сознании или в нашем уме как отражение вещей в мире а вот есть что само есть факт и в качестве факта является разумной реальностью сейчас я поясню это так я сказал что само или невозможное есть таковое то есть поэтому ему нужно называть само невозможным поскольку оно или для него мы не можем вообразить никакой возможности то есть получить как откуда-то аналитически саму возможность этого мы не можем оно лишь само может быть а потом мы можем рассуждать вот так да так вот это очень легко переводимо на характеристики разума разума вот в том бытийном смысле а не психологическом в каком я это слово вслед за простом употребляю я обещал вам пример и пример по всего этой нитке которую я сейчас только что нечто аналитически предварительно ни в чем другом не содержится ну скажем так когда мы наблюдаем зрелище какой-нибудь несправедливости то мы всегда поскольку мы уже развитые существа уже ставшие сознательные существа а все наше становление ушло в глубину и мы пользуемся пользуемся уже его плодами не видя всего того фундамента на котором мы выросли мы как бы считаем так что мы нашими разумными способностями устанавливаем свойства предмета например мы видим что это несправедливый или злой или некрасивый предмет этого нам бывает достаточно но в действительности это совсем не так картина несправедливости картина того что мы называем несправедливостью аналитически не содержит в себе того что она несправедлива или зла или красиво нет причин считать нечто несправедливым если уже нет разума но пока у нас его нету ну посмотрите сами ведь когда животное поедает другое животное картина насилие это событие происходит совершенно в его описании не содержится и не может быть никакой оценки этого события так же как нету причины как говорил прост я сейчас не помню цитировал я это или нет но кажется нет нет причины вообще быть вежливым или добрым по отношению к другому человеку то есть в самих в самом натуральном содержании этих акций их сцеплении в их последовательности в их натуральном содержании не содержится никакой причины быть даже просто вежливым так говорит почему скажем говорит просто люди вообще бывают вежливым друг с другом или почему вообще например музыкант не верящий в бессмертие или если он не верит в бессмертие тысячи раз переделывает один и тот же музыкальный кусок доводя его до совершенства какие на это есть причины в самом содержании происходящего так причин нету они есть только тогда когда это содержание происходит уже когда есть сознательное существо или когито выражаясь по этой карте которое преследует свои цели и оно есть везде то есть если мы предположим что разум уже есть и он везде где предметы нашей оценки мы тогда осмысленно можем говорить что эти предметы несправедливые беззаконные ужасные и так далее и так далее иначе говоря разум сам по себе есть нечто хотя мы в терминах разума анализируем что-то другое разум сам по себе есть нечто простое и не анализируемое если бы оно анализировалось его можно было бы получить аналитически то есть сначала вывести откуда-то его возможность и предугадать его предсказать предположить а разум разум есть нечто что нельзя получить предположение он может лишь сам быть или или не быть ну я приведу сейчас в такой поверну примеры которые я приводил раньше другой стороной и может быть легче это будет нам понять то что я сейчас говорю ну скажем так я сказал уже что проблема памяти упруста есть проблема памяти как чего-то что находится вне наших связей и продуктивно именно потому что находясь вне наших связей какие бы мы связи на нее не наложили то есть как бы мы не интерпретировали как бы не поняли как бы мы не связали оно работает само продолжает работать независимо от наших категорий работает в нас ну вот скажем если какое-то событие новопережитое ушло сцепилось образом море море сцепилось с девушкой я преследую девушку преследую море но то что не есть ни мое представление о море ни мое представление о девушке ни связь между ними которая есть связь развития моих любовных отношений и судьба даже сейчас я поясню почему это не будучи ни тем ни другим ни третьим работает и именно оно работает то есть нечто что не было никогда настоящим то есть не свершилось море не есть свершение какого-то другого переживания которое укуталось в море как в кокон вот то что я позапрошлый раз говорил или укуталось в другой кокон в девушку связанный теперь с морем так вот это не только вот в этом смысле память то что есть вне наших связей то есть вне нашей психической памяти то есть проблема памяти просто есть развлечение памяти сознания и памяти психики то что я называю разумом или памятью стоящей вне связи вне наших связей это есть память сознания некоторое сознательное неэмпирическое бытие и вот эта же память связана с проблемой будучи связана с проблемой времени просто есть часть памяти связана со временем она связана с она делает время проблематичным сделает саму эту проблему проблемой в том смысле что просто везде приходится говорить о неком чистом времени что называется чистым временем и вот опять же я возвращаюсь к тому что вне связи просто там будет эта же мысль которую я выражаю вне связи но будут там другие слова и вы должны узнать одно в другом память то есть время чистое время есть упрост время вне причин и наших ощущений и вне и вне и вне наших ощущений ну теперь пример ну скажем так вот мы держим в голове уже следующий шаг некого бесконечного разума в данном случае называемого временем или памятью и причем временем неким чистым вне причин и ощущений например просто есть такая несколько сцен где повторяется практически что один и тот же такой эпизод духовной жизни ну которую условно можно назвать темой просто духовных пейзажей не реальных скажем воспоминаний а воспоминания ставшие неким духовным пейзажем ну скажем воспоминания Бальбеки в амальгаме я говорил об этом раньше в амальгаме с другими воспоминаниями ну скажем Бальбек реальный вспоминается ying Марселем в яблоневой ветке, которую он покупает у цветочницы в Париже. И, конечно, этот вспоминаемый через яблоневую ветку, то есть воскресший в яблоневой ветке, которую он купил у цветочницы в Париже, вспоминаемый здесь Бальбек, не есть реальный Бальбек, а некоторый духовный Бальбек, его духовный пейзаж. Но здесь Пруст пользуется такого рода вещами для того, чтобы иллюстрирует законы нашей жизни. В том смысле, что мы помним, почему мы помним, почему мы волнуемся, почему мы не волнуемся, что нас может волновать, что не может волновать, что может быть источником нашего восприятия, а что не может быть источником нашего восприятия. И так далее. Потому что, повторяю, что Пруст пользовался все время чем-то вроде принципа относительности, что не просто мир является источником абсолютных источников, источников в абсолютном смысле наших чувств, волнений, не существует. Нечто должно становиться источником, и, следовательно, относительным источником. Так вот, Русс, если вот в этом воспоминании Бальбека, это превращение его в духовный пейзаж через воспоминания его в яблоновой ветке, покупаемой у цветочницы в Париже, он иллюстрирует, что я могу знать сегодняшние цветы, просто заметить их, реагировать над них, и воспринять их как цветы. Я уже объяснял вам, что законы мы устроены так, что мы не цветы воспринимаем как цветы, потому что они цветы, а мы по другим причинам воспринимаем цветы как цветы. И что существование цветка вне меня не есть причина того, чтобы я воспринял его как цветок. Но я не буду этого повторять, сделать все это запутанным и бесконечным клубком. Так я могу знать сегодняшние цветы, лишь потому, и здесь функция памяти, что помню Бальбек. Значит, если бы я не помнил Бальбек, если бы во мне не было бы Бальбека, то со мной не случилось бы событие, цветы, покупаемые у цветочницы. Потому что они для меня не были бы цветами. Ну, так же, как вот в том примере, который я раньше приводил, улицы для нас разные. Я улицы воспринимаю в том случае, если это скользкие, печальные улицы моего прошлого. Тогда я их воспринимаю как улицы со всеми связанными здесь улицей, как таковой ассоциациями, возможностями вообще, что производить во мне что-то, какие-то представления, как развивать какой-то мой мир. Все, что улица может вызвать. Она не вызовет. Есть ли вот такого смыкания? Нет. Так, значит, я сегодняшние цветы знаю к качеству цветов, лишь потому что помню Бальбек, но не сознательно. То есть Бальбек работает. Это восприятие сегодняшних цветов в качестве цветов с помощью Бальбека, то есть прошлого, не есть сознательный акт, то есть регулируемый волей и сознанием. Не есть рассудочный акт. Это и есть работа самого этого застрявшего во мне содержания. И я тем самым, когда узнаю цветы сегодня у цветочницы в Париже, я не узнаю ничего нового. Но тем не менее, конечно, это и есть духовное познание в смысле изменений, производимых в жизни. То, что безразлично или могло быть оставить равнодушным, превращается в источник радости и переживания, в том числе артистического. Это изменение и обогащение жизни. Но я не узнал ничего нового. То есть я не новому обрадовался. И в этом смысле, что Брус считает, что знание или узнавание нового вообще есть эффект памяти. Ну, тем самым, как бы, припоминая старую платоновскую теорию знания как воспоминания. То есть как всплывание в душе каких-то прошлых встреч, как выражался Платон, прошлых встреч с Богом. Платон так и определял мышление. Он говорил, мышление есть, молчаливая беседа, молчаливая беседа души с самой собой о испытанных когда-то или прошлых встречах с Богом. Или, переведите на язык, просто с потерянным раем. Так вот, это значит, что речь шла в этом примере об Альбеке в смысле реальных вложений нашего «я» туда. То есть всех неориентированных, бесцельных и не имеющих будущего состояний. Они вложились в материю или в географию или в пейзаж Альбека и в нем застряли. То есть и я помню это. Что это значит? Это значит, что лишь неставшее можно помнить. Вот это очень сложный пункт. То есть то, что стало и полностью свершилось и завершилось, это вообще не объект памяти, памяти сознания. Лишь неставшее можно помнить. И поэтому память можно определить как ту форму или тот способ, каким неставшее хочет или пытается свершиться, стать. И это может растянуться на очень большое время. Может занять целую жизнь и даже жизнь ни одного человека. И память как умственная функция состоит именно из этого. из такого рода формы или способа существования того, что не стало. Или другими словами, как я в самом начале сказал, чего-то, что никогда не было настоящим прошлым. Никогда не становилось настоящим. не сбывалось. Так вот, это не сбывшее, не ставшее настоящим работает. Работает и оказывается нашей памятью. и более того, даже наши знания оказываются эффектом такой памяти. Или являются нашим разумом. Теперь иначе повернем, чтобы вытянуть эту тему разума. То есть фактически в этой иллюстрации памяти я ведь сказал следующее, что вот можно знать лишь то, что есть в памяти, то есть не свершившееся и в каком-то смысле нельзя знать ничего другого. То есть нельзя знать ничего того, чего нет в душе. то есть если предварительно есть в душе, а в душе есть только потому, что не свершилось, если бы свершилось, то в душе не было бы. И вот то, что есть в душе предварительно, то на протянутом оттуда луче мы вообще что-то можем знать. а если относительно какого-то предмета, информация, о котором нам сейчас предлагают, относительно его в нашей душе ничего нет, вот в этом смысле, вот в этом нет этого исторического элемента, не свершившегося по отношению к этому предмету, то мы этот предмет и узнать не можем, и эта информация никогда нами не будет усвоена, она в нас не войдет. Знать можно только то, что есть в душе. И следовательно знать можно только то, для чего есть априори нечто незнаемое, незнаемое иначе или другим путем, чем оно само. Это опять я получаю определение разума. Оно само должно быть и работать. То есть горизонт знания открывается чем-то не вполне знаемым разумом, существованием его. Или тем, что нужно варьировать. И поэтому разум бесконечен. Нечто незнаемое, как мотив, варьируется. И вот только вот это незнаемое есть существование, не сводимое к знанию, то есть бытие. Существование, не сводимое к знанию, есть бытие. И вот эта вот связка знаемого, незнаемого, связка, налагаемая работой, собственной работой незнаемого, это же не мы совершаем акты, а эти акты в нас совершаются. Эта связка и стоит вне наших категориальных связей. Вне нашей сознательной памяти. Вне наших ментальных операций, которые мы совершаем волепроизвольно. Вот захотел, вспомнил это, захотел, вспомнил это. Вот давай я сейчас подумаю о Венеции. Нет, простите, в Венеции я никогда не был. Ну, во Флоренции был. Подумай о Флоренции. Это не есть воспоминание. В том числе потому, что того, что я хочу таким путем вспомнить, этого и нет в моей душе. И теперь я, чтобы завершить эту тему разума, скажу так, одновременно она связана с темой произведения, самой для нас существенной темой. Вот я сказал, поэтому разум и бесконечен. Почему? Потому что бесконечно варьируется незнаемое. То есть разум есть то, чего мы не знаем. В смысле, нечто отличное от наших представлений. Потому что всякое наше знание есть наше знание. А это сам разум, в отличие от нашего знания. Поэтому вот эту кантовскую тему я в прошлый раз вам и вводил. Я вас предупреждаю, что если вы все, что я сейчас говорю, не очень понимаете, то, во-первых, не обвиняйте себя, во-вторых, не обвиняйте просто, и, в-третьих, не обвиняйте меня. Потому что это, в принципе, действительно непонятно. Не потому что я понимаю, но не могу высказать. Просто я и профессия философа состоит в том, чтобы все время бороться и заново пытаться понять то, что, в принципе, все равно непонятно. Но, занимаясь непонятным, мы кое-какие вещи более понятные понимаем, которых мы не понимали бы, если бы не ломали бы голову над непонятным. Вот, занимаясь непонятным такого рода, мы настраиваем себя определенным образом. То есть устанавливаемся в мышлении. А устанавливаемся в мышлении, мы уже можем мыслить и получать какие-то результаты. Ну, например, я сейчас немножко отвлекусь от того, что хотел сказать. Простой результат. Мы получаем результаты, касающиеся нашей жизни. Тайну мы можем не разгадать, тайну разума, например. Но, поломав голову над ней, мы поймем другое, связанное с тайной, но доступное к пониманию. А без тайны мы этого другого не поняли бы. Например, я в прошлой и позапрошлой лекции приводил примеры, такие, которые фактически говорили о том, что вот в нашей жизни мы в действительности, когда мы ревнуем женщину, когда мы подозреваем другого во лжи и разоблачаем ложь, когда мы правдоискательствуем и так далее, и так далее, и так далее, как выражается Пруст, неточный язык себялюбия, а мы ревнуем, разоблачаем ложь других, несправедливость, все вещи, которые, казалось бы, к нам не имеют никакого отношения. Они все другое, это другие. Другие делают несправедливость, другие лгут, другие делают такие вещи, из-за которых приходится ревновать, и так далее, и так далее, и так далее. И исправляя этот неточный язык себялюбия, мы исправляем его только в свете нашей озабоченностью, тайной разума, если мы ею озаботились. Потому что только она, вот существование чего-то, что вне наших категорий и связей, и что само работает, позволяет нам понять, догадаться вдруг, что когда мы ревнуем других, мы в действительности, как выражается Пруст, ревнуем самих себя. И это уже довольно значительный шаг. Не только в исправлении неточного языка себялюбия, но и большой прогресс в изменении и упорядоченной нашей собственной жизни. Например, я приводил пример «Море» и «Женщина». Где-то в первом томе, по французскому изданию это 833-я страница, но это ничего вам не даст, потому что это не совпадает с русским изданием. Но, говорит, часто Пруст говорит так, как я говорил, что за образом, преследуемым образом девушки, я преследую море. И, извините, мне хочется моря, в смысле душевного контакта с морем, а мне кажется, что я хочу эту девушку. Так вот, значит, на деле я в девушке ищу море, а не люблю ее. Но в поисках моря мне двигает еще какое-то событие, переживание моей души, уложившееся в это, в мою потребность моря. И вот если, например, женщина убегает от тебя, то это ведь убегание от тебя самого. Вот тебя. То есть частицы твоей души, она с собой море уносит. И ты, ревнуя ее, ревнуешь к самому себе. То же и так же, когда ты в страстной беседе с самим собой, или в страстной встрече, как выражается, прусс, с самим собой, в страстном свидании с самим собой, разоблачаешь ложь других, то ты впервые понимаешь, что ты в других условно скажем, ревнуешь, хотя к лже это казалось бы неприменимо, ревнуешь самого себя, свою способность лжи, которая всегда окажет себя невинной. И ведь в других тебя обижает именно то, что ты тысячу раз совершаешь сам. Но поскольку ты это совершаешь сам, каждый раз это невинно, потому что ты-то знаешь, что ты никакого зла не хочешь этой ложью. Вот куда нас, в какие знания о самих себе заводит нас тайна. И более того, она еще заводит нас и дальше к расширению. Например, ведь может случиться в нашей жизни так, что и море как объект переживаний, как предмет богатства нашей души. Ведь чем больше таких вещей, которые вызывают у нас богатые эмоции, тем богаче мы сами. Ну, конечно, человек, извлекающий какие-то эмоции из моря, богаче человека, для которого вообще это просто большая лужа. Так вот, ведь море тоже может умереть для нас, если, например, я умер перед лицом самого себя, потому что уж настолько меня эта девушка обидела, настолько я ее возненавидел, что даже я не сумел отшлинить любимое море от казалось бы любимой девушки, и если эта девушка умирала для меня, то море для меня могло тоже умереть, то есть умерла часть моей души. Значит, на такого рода вещах мы начинаем учиться хотя бы необходимостью отцеплять одну от другого, например, есть вещи, которые Марселя волнует только Альбертиной, то есть только через Альбертину. Вещи сами по себе ценные и интересные, но так сцепилась в душевную жизнь, что без Альбертины, не проходя через нее, они ее не волнуют. Довольно, Альбертина изменила я или я разлюбил Альбертину. А что с теми вещами? Они ведь могут вместе с Альбертиной умереть. То есть перестать быть источником моих эмоциональных достояний, моих эмоциональных богатств. и то, что волновало Альбертина, никогда не заволнует. Если Альбертина больше не волнует, и перевернутся. Понятно, в какие тупики, какие-то сцепления нашей душевной жизни могут нас заводить, насколько наша душа может омертновать и умирать. Но мы видим эти тупики почему? Ну, потому что мы озаботились тайной вот этого самого, которое мы никогда не узнаем. Оно останется незнаемым. море все равно не выражает его. Тем более девушка, сцепившаяся с морем, тоже не выражает. Но узнать эти пути у нас есть только шанс через ясность тайны. То есть, короче говоря, тайна это горизонт или свет, в котором выступают вещи, которые мы можем знать. Она как бы из-за спины нашей впереди высвечивает то, что мы можем узнать. Сама оставаясь тайной. Но это есть продуктивная работа нашего сознания или нашего разума. Он так работает. И он бесконечен в смысле бесконечной вариации этого. В каком смысле? В простом смысле. Я как-то еще в одном смысле. Я какой-то смысл сказал уже. А еще в одном простом смысле. Я уже говорил, что говоря о чем-то, чего мы не вполне знаем, что в случаях вот этих вот состояний, отличающихся, кроме всего прочего, тем, что у них нету объекта, у них нет направления, они как бы сами по себе, мы их испытываем ради них самих. так же, как можно риск испытывать ради риска. Чтобы посмотреть на предметки, которые в горизонте риска выступят. То есть, рисковать не ради чего-то конкретного, а рисковать в принципе. Так вот, эти состояния я называл так. Я говорю, всегда остается что-то, что не получает существования. Я привозил пример наших юношеских ощущений, которые я называл неофициальными. Вот всегда что-то есть какое-то уникальное мое испытание, которому нет места в том, что уже получило узаконенное существование. Это относится и к тексту. Когда мы имеем крупное произведение или великое произведение, оно содержит в себе не только то, что содержит. И, кстати, доказательством, косвенным доказательством того факта, что в романе Прукса содержится не только то, что написано, а еще что-то другое являются наши собственные сейчас встречи и об этом беседы. У них не было бы никакой необходимости, если бы в романе было бы написано только то, что в нем написано. То есть только то, что Пруску буквами, фразами и сочетаниями удалось конституировать. То есть дать существование чему-то. А вот что-то продолжает звучать каким-то голосом в этом романе. Он между строк, его нельзя указать. то есть есть некоторое бытие самого произведения отличное от существования или отличное от того, что получилось существование текстом данного произведения. произведения. И что из этого вытекает после перерыва. Вот что же вытекает из того, что я сказал о том, что есть какое-то бытие, в том числе и в произведении, которое не покрывается тем, что получило существование текстом произведения. Ну, очень непростая вещь вытекает отсюда, отсюда вытекает, что само это произведение есть некая как бы актуально данная дискретно данная бесконечность. В каком смысле? Очень очень просто. Такие произведения имеют множество интерпретаций. Все эти интерпретации есть способ жизни или бытия самого этого произведения. То есть мы как бы внутри сознательной бесконечности открытой этим произведением. Обратите внимание на то, что хотя никогда нельзя заранее предположить или предсказать никакую интерпретацию произведения. хотя нельзя не предположить не предсказать когда она есть она несомненно есть интерпретация именно смысла этого произведения то есть является его частью. И вы знаете прекрасно что вопреки ученым спорам и теориям о том что произведение якобы многозначное что все интерпретации имеют право на существование все они произвольны ничего подобного они множественные но каждая интерпретация ну конечно я беру ее в пределах разумного есть несомненно смысл этого произведения и мы узнаем его как смысл этого произведения ну точно так же такие вот такая бесконечность полевая бесконечность условно назовем его так она и лингвисты это показывали свойственно вообще даже нашим словам скажем смысл слова дискретен дискретен не существует не дискретного смысла но тем не менее любое слово может получить неожиданный смысл например в жаргоне и этот неожиданный непредсказуемый смысл нами узнается как смысл этого слова то есть безусловной точности узнается как смысл этого слова хотя имея слово мы не могли предсказать и предвидеть это его новой нового смысла или в случае произведения новой интерпретации повторяю значит тем самым произведение есть некоторая сознательная бесконечность которая внутри себя в качестве своих частей содержит и нас самих интерпретирующих это произведение и в нашей интерпретации которые в смысле произведения непредсказуемы и невыводимы нельзя вот сегодня вывести вот сейчас я интерпретирую допустим потому что я не могу никакими способами вывести какую-то другую его интерпретацию но когда она будет она несомненно есть интерпретация или смысл именно этого произведения тем самым часть его или как я сказал способ жизни этого произведения то есть есть какие-то неограниченное большое число состояний людей множество людей которые когда они случаются содержатся в этом в этом произведении и содержатся именно потому что вариация есть способ существования того что не вполне узнаем а ведь то что не получилось существования в книге просто но что тем не менее в ней содержится это есть что просто сам не вполне знает почему и все время даже внутри произведения повторяет варьи варьирует и почему мы тоже варьируем повторяем и все время остаемся внутри этого произведения в этом смысле произведения есть какой-то какая-то модель или пример и другого рода отношений человеческих а именно тех вещей которые случаются в человеческом общении в передаче знаний в передаче состояния в коммуникации жизни то есть распространение самого потока жизни который как я сказал длением как это не парадоксально именно длением остается молодым и живым хотя казалось бы именно длением как я говорил вещи стареют и и умирают я вывел вас на бесконечную жизнь произведения так вот то что имеет латентный голос в этом произведении что все время должно досказываться и никогда не сказано до конца а когда досказывается то это всегда то что сказано никакое другое не внешняя пришлепка произведения каждый раз узнается как часть смысла произведения это все есть словами по-русски это и есть неизвестная родина неизвестная родина всякого художника считал что художник всякий художник есть гражданин неизвестной родины или подставьте здесь потерянный рай скажите что это голос потерянного рая и так далее и так далее но можно еще одно слово подставить скажем вот всякая неизвестная родина предполагает ностальгию ностальгию та которая не пустая ностальгия а продуктивная ностальгия в нашей жизни когда мы томимся чем мы томимся неизвестной родиной ни грузии ни россии ни франции неизвестной родиной и как свободные и духовные существа конечно мы все граждане неизвестной родины а если перевернуть то мы конечно шпионы в этой родине шпионы не какой-нибудь конкретной страны а все-таки шпионы неизвестная неизвестная родина выглядим как как и полагается шпиону как жители Тбилиси или какого-либо другого города и хороший шпион тем лучше чем он больше выглядит как обычный гражданин и кстати говоря хорошие художники которые не бывали жертвой животного артистизма вот того артистизма который я называл животным прекрасно это понимали и Флабер например говорил так что вот в жизни нужно быть почтенным буржуа чтобы быть абсолютно свободным или гражданином неизвестной родины в искусстве а художники часто очень подаваясь артистизму надевают на себя колпак с бубенцами колпак вот этой неизвестной родины но по определению видимо неизвестной родины не может быть колпаков и действительно не стоит выпендривать выпендриваться действительно хороший шпион в жизни должен быть должен выглядеть таким же почтенным и в таком же котелке и все такие галстуки правда я галстук почти никогда не ношу как и другие другие граждане и повторяю вот вот такого рода описанная мною бесконечность странная бесконечность которая как бы актуально дана дискретно они не произведение дано внутри него содержится бесконечные непредсказуемые и невыводимые части но они просто есть как сказать неделимость разума ведь в разуме нет ни бывшего ни будущего помните я говорил вам об актах в отличие от постем в отличие от страстей страсти всегда содержат элемент направленности на будущее а акты ничего не производящего скажем те акты которые происходят в нас в состоянии недеяния или в состоянии труда жизни или в состоянии страдания которое стоит вот эти акты они не содержат ни будущего то есть не имеют направленности на будущее но они не содержат и в них нет и бывшего помните я приводил вам примеры несвершившегося из них состоит вот то что мы называем разумом и это ну как сказать это очень важно нам эту сторону дело понять чтобы ответить наконец на вопрос о том тот вопрос который я ставил когда говорил что если нету разума то нет скажем причины я приведу сейчас неожиданный пример но который отвечает на этот вопрос который я задаю ну скажем я нарисую вот такой рисунок известный во всех трактатах по психологии здесь у нас присутствуют психологи и они сразу наверное узнают что изображено здесь некоторые круги или два круга положенные на палку да это рисунок скажем в моих глазах в глазах по поводу другого человека есть изображение мексиканца на колесах когда я сказал что это мексиканец на колесах ну конечно сразу ясно сомбреро это вот переднее и заднее крыло велосипеда мексиканец на велосипеде так значит это вот переднее колесо это заднее колесо велосипед это сомбреро значит видение мексиканца состоит из элементов идентифицируемых элементов колесо сомбреро проекция сверху но простите дело в том что сам факт что я могу назвать что это сомбреро а это переднее колесо это заднее колесо и что это проекция сверху все эти элементы родились и появились только после того как я сказал мексиканец эти же элементы составляющие мексиканца выпали в осадок после мексиканца так же как мир Гамлета после написания Гамлета так вот это и есть причина вот понимаете если этого нет то нет причины считать что это мексиканец ну где здесь причина сказать что это мексиканец ну в физике вот такие вещи бывали например последние исторические обзоры физики очень ясно показывают что еще начиная с опытов опытов итальянского физика Ферми и затем многократно в других опытах наблюдались явления которые сейчас понимаются как картина атомного распада и их не видели то есть они были перед глазами но их не видели почему не было причины считать что это атомный распад в данном безобразно есть причина считать что нечто безобразно и так далее и так далее вот в действительности как работает наше творческое сознание или просто наше сознание наш дух и что в этих случаях мы называем разум вот некоторые причем эти не этой причины эти элементы однозначным образом не неразложимы одинаковым для всех способом только для того у кого есть причина считать что это мексиканец но есть другой рисунок я не умею рисовать и поэтому вы ничего не увидите в нем ну вы знаете два обращенные профиля если штриховать то это будет ваза или можно увидеть два профиля элементы одни вы не можете их разложить одинаковым и однозначным для всех способом один видит здесь профили другой видит вазу вот с появлением таких вещей рождающих внутри себя миры связано появление произведений или продуктов определенной работы человеческого духа или самого факта существования разума разума и вот те примеры с памяти которые я приводил они сейчас я их этой стороной поверну они как раз тоже содержат вот эту вещь эту вот генерирующую или самогенерирующую направленность наших состояний которые возникнув генерирует энное число себе подобных эта книга генерирует внутри себя энное число подобных мыслей в этом смысле она обладает свойством просто и в каком-то смысле ведь можно сказать так как я сейчас сказал об этом произведении что вот очень часто безуспешно пытаются определить что такое разум то есть дать аналитическое определение разума или аналитическое определение сознания или мыслей аналитическое определение дать ну чаще всего оказывается что эти вещи просто не поддаются формальному определению и в том числе по одной простой причине что они так раз требуют вот того что я сейчас сказал и выражу это я сейчас так что сознание есть возможность большего сознания мы мы есть возможность большей мысли то есть я не определяю само сознание я говорю что сознание есть возможность большего сознания мысль есть возможность больше мысли и с этим связана страны мистическая фраза которую Пруст повторял в связи с Гюго, по-моему. Ну, будучи уже маньяком своего собственного духовного мира, он в других писателях и поэтах искал подобное себе и под этим углом зрения их рассматривал. Он так прошелся через многих, через Нерваля, Бодлера, Шлобера, Бальзака и так далее. И в том числе в связи с Гюго, его кое-что не удовлетворяло. Ну, вы понимаете, что когда я сказал бесконечно, что та, которая здесь, и, значит, Пруст ее тоже, потом вы увидите, сам ее четко понимал, он эту бесконечность предполагает, что вот рождение бытием произведения большего числа интерпретаций, которых, сколько бы их ни было, все равно остаются частью этого произведения, внутреннего. Это, если, ну, как бы сказать, естественный, а не искусственно-рассудочный процесс. Ну, так же, как вот я говорил вам о метафоре, как естественной аналогии, так и здесь. Здесь нет искусственного развития мыслей, когда я вот, так сказать, мыслю для того, чтобы просто придумать что-нибудь интересное, какое-нибудь интересное ради интересности сравнение. Здесь, как бы, мысли естественным образом вырастают одна из другой. Есть, ну, скажем так, естественное пластическое развитие метафоры, мысли и так далее, так далее. И в ряде случаев Пруст Ублюго видит не естественное, а и у других авторов, скажем, у Синанкура, где он вещи заметил аналогичные с теорией произвольной и непроизвольной памяти. Он видит такое уже, когда появляется натянутость, рассудочность, вернее, приведение каких-то элементов в связь рассудочным путем, голым умом. Так вот, в этих случаях, когда он замечает такой недостаток, он роняет такую фразу, что очень часто или слишком часто Пруст Ублюго мыслит вместо того, чтобы давать мыслить. Попробуйте это уловить. Я сам это не очень улавливаю, поэтому мне нужно столько всяких аналогий, слов и так далее, но я вижу, что здесь суть дела содержится. Вот так, в которой я сказал. Сознание есть возможность сознания или возможность большего сознания. Мысль есть возможность мысли. Вот в этом смысле, скажем, Пруст редко мыслит. Он чаще дает мысли. То есть он строит какую-то конструкцию, которая способна рождать неперечисленные в ней мысли, но мысли, когда они появились, непредсказуемые и невыводимые, но когда они появились, кажущиеся естественным развитием этих предшествующих мыслей. Или естественно выросшие. Давать мыслить, а не мыслить. Ну вот это, очевидно, и есть самая такая сложная и серьезная задача такого рода произведения. Так вот, я хотел это сказать в связи с памятью и элемент разума немножко проиллюстрировать на свойстве памяти. Вот я сказал, что есть цветок, и сейчас я это свяжу уже с этим, давать мыслить, а не мыслить, что цветы, которые я встречаю, они воспринимаются мной как таковые, то есть являются источником восприятий, переживаний. Если в моей памяти или в моей истории внутренней, в историческом элементе моей, содержатся какие-то, скажем, какие-то другие цветы. Ну, вместо цветов можете ставить мысли. Ну ладно, пока оставим. Так вот, этот факт мы можем изобразить таким вот образом, что есть конус возможных для нас событий. Ну, так же, как в теории относительно. Вот такой конус. То, что внутри него, помните, Господин Иванович? В качестве красивой женщины, красивая женщина та поопределяет, которая способна вызвать то волнение, которое вызывает красота. Но я показывал, что совсем не физические качества здесь играют роль. Если, следовательно, само существование физически красивой женщины, может быть, безразличные области, я уже перехожу на язык физики, безразличные области по отношению к тому, что должно быть внутри или есть внутри конуса. Так вот, этот конус может быть узким или широким. Очевидно, люди отличаются друг от друга, в том числе, этим, что они узкие конусы, но у них конусы пошире. Так вот, то, что в точке вот этой начальной конуса, или нулевой точки, здесь вот прошлое, так и сюда, и в прошлое сошлось вот сюда, я назову вместимостью. Вместимостью. Или первовместимостью. И частично тем самым отвечу на, с другой стороны, на этот сложный вопрос о разуме. Понимаете, в нашем мышлении есть такой парадокс, парадоксальное обстояние дела, которое мы часто не замечаем. Мы пользуемся каким-то языком описания, но забываем о том, что есть условия смысла терминов этого языка описания. И иногда язык может сам-то существовать, то есть значение терминов, слов и так далее, а вот условия смысла могут не выполняться. Я приведу такой пример. Вот мы говорим, пример я возьму из моральной области. Часто мы представляем себе так, что некоторые ситуации могут быть сами по себе моральными или аморальными. и что мораль означает моральность или торжество морали, скажем, если переходить на оценки. Торжество морали означает моральность событий в этой ситуации, моральность людей, как авторов и носителей этих событий и так далее. в действительности это ошибочно. Проблема морали состоит не в том, чтобы все было морально, человеку мало доступно, как прекрасно знал Прус, а в том, чтобы создавать ситуацию, в которой имеет смысл что-либо описывать в терминах и понятиях морали. Я очень легко могу вам это доказать, просто поставив зеркало перед вами или нами самими, потому что мы как раз входящие образцы того существования истины этой проблемы, которую я обладил по одной простой причине, что мы живем в ситуации, которую можно назвать ситуацией неопределенности, которая неописуема таким образом, просто потому, что не было актов первовместимости, то есть не было совершено некоторых исторических деяний таких, чтобы относительно людей, живущих в определенной ситуации и совершивших или имевших до этого какую-то историю, имело бы смысл описывать их в терминах моральных, то есть идентифицировать в морали причину каких-то явлений, поступков и прочее. например, российский человек чаще всего, хотя он в натуральном языке, конечно, обладает качествами, психологическими, моральностью и аморальностью, то, что он делает, неописуемо в этих техниках, потому, что он в действительности в безразличной области, там не было актов первовместимости, то есть там нет причины считать это моральным или аморальным. Ну, скажем, мы привыкли к видеть такие свободные проявления человека. Вот советский турист за границей струсил перед какой-то ситуацией. С точки зрения внешней, скажем, вместо чтобы искренне и откровенно ответить на простейший вопрос, он начал кинуться. Мы склонны употреблять психологический язык, такое, сказать, что, ну, вот он нечестный, мецемерный, аморальный. Окажется, в общем, неприменимо это. Почему неприменимо? Да, одно и простое причиня по тому закону, который я в связи с просто вам рассказывал, который я называл слишком поздно. Он в совокупности всех предшествующих своих действий, в том числе тех условий, на которых он не едет за границу, а едет он за границу в силу милости властей, в силу патернализма, в силу компромиссов я опять компромиссов доказывал моральные оценки, я не хочу никакой моральной оценки, просто я описываю сил сцепления каких-то событий. И в силу них он там. Ну, там бессмысленно выпендриваться. Ну, что значит вести себя по-джентременски человеку, который уже был на комиссии райкома? Он был ввелись на комиссию в райкоме и должен быть джентльменом в Марселе. Абсурдно. Но поверните, что я хочу сказать, что он неописуем в этих я не хочу сказать, что он плохой или хороший. Вот, что я хочу сказать. Понимаете? Вот, где значит мораль есть создание ситуации морали. То есть такой, в которой осмысленно и имеет, мы достигаем какого-то понимания путем применения терминов морали. Ведь если мы применим к поведению этого человека в Марселе термины труслив, храбрый, мы ничего не поймем. Вот, что я хочу сказать. Мы не поймем. Совсем не потому, ни труслив, ни храбрый. Просто, например, я бы в этой ситуации просто стеснялся бы стать на Катурной и просто постеснялся бы, например, быть храбрым. Это что, трушится? Вот, если вы ухватываете, что я хочу сказать, то есть, я хочу сказать, если совершенно в неморали лежащие, то есть, в неморальных оценках, я не хочу сказать, хорошо, плохо, я хочу указать на условия самой осмысленности применения таких терминов. Есть некоторые ситуации, которые вообще психологической оценкой не подлежат, хотя элементом этой ситуации могут быть люди, безусловно, имеющие психологию. Но совершенно разные вещи. Есть то, о чем можно говорить на языке психологии, если ты этим языком что-то хочешь понять. В данном случае, такой язык не служил бы пониманию. Так вот, в чем суть дела? У этого человека нет истории, содержащей акты первовместимости, психологической первовместимости мира. Так же, как, скажем, глаз художника есть акт первовместимости природы как пейзажа, потому что природа сама по себе и не пейзаж, и ничего. А когда они совершились где-то в нашей, а мы уже в истории искусства, то мы смотрим на природу в терминах пейзажности ее, красивого пейзажа, некрасивого пейзажа. Это осмысленно только тогда, когда совершился акт первовместимости, который придал потом смысл самому употреблению этих терминов. И создал возможность видеть пейзаж, так же, как здесь, видеть мексиканца. Если я не сказал мексиканец, ну, я сказал это из какой-то моей собственности, идя по мировой линии, какой-то моей истории, я могу сказать мексиканец. Если я не сказал мексиканец, нет никаких причин считать это мексиканцем. то есть, видеть в этом мексиканца. То есть, даже без предшествующего существования актов первовместимости, называемых художественное зрение, кто-то когда-то сделал. Без этого нету, нет никаких причин говорить. Красиво пейзаж, некрасиво. Точно также может не быть причин говорить добро или зло. Быть моральным, это значит создавать актами первовместимости или моральной первовместимости мира такие ситуации, в которых осмысленно вменять людям добро или зло. А вменимо добро и зло только свободным людям, кстати. В том числе вменимо джентльменство, не джентльменство и так далее, так далее. Вот видите, какие есть тонкие законы. А мы все время с ними имеем дело. Это же я вам казалось бы на теорийском языке, но не теорию же я вам рассказываю, хотя это конечно теория, просто я доказываю вам, что мы в жизни теоретики. Или мы теоретики, или мы просто болтающиеся в проруби щепка. Ну, скажем, по отношению к ситуациям, которые я назвал слишком поздно, например, есть простой закон нравственной гигиены стараться не попадать в ситуации, когда слишком поздно. Устраняться из них, потому что внутри нее решить ничего нельзя, есть неразрешимые ситуации. Внутри вот то правдоискательство, о котором я говорил вам на прошлой лекции, которое праведным ужасом наполняет мир. Вы знаете, кроме ужаса зла существует и ужас праведности. существует такой ужас. Вот наш любимый автор в силу тех вещей, о которых я говорил, когда приводил примеры, как он поступил с мебелью своей тети, любимой тети, не потому что он ее не любил, мебель, которую он отдал в дом свидания, как он жил сам, как он описывает Шарлю, как он все время идет в той области, где должны быть совершены акты, в которых может кристаллизоваться соль человеческая, соль, ну, евангелическая соль, когда осмыслено тогда добро, ведь люди не трава, они что-то должны совершать, и в том числе больше добра в титанической борьбе с Богом, например, ну, в известных библейских сценах, просто потому, что там накапливается то, чем платить за веру. за все нужно платить, а если нет накоплений, которыми платить, а накопления они и в грехе, в противоборстве, в испытании, в реальных испытаниях, ими мы можем заплатить за веру, а иначе живут культурные люди, культурные люди с неоплаченной верой, то есть они верят, не имея чем платить за веру, и вот таких людей Ницше в конце 19 века называл полыми людьми, вернее, то, как он их описывал, можно так выразить, по-моему, такого термина у него нет, я его сам вообще не помню, полые люди, то есть люди, у которых нравственность, видение мира не вырастают из собственной души, а являются просто нормами культуры и приличия, которым они следуют, а это очень хрупкая почва, и хрупкая потому, что она не держится на вот таких вот актах первовместимости, о которых я говорил, это, конечно, те акты, которые в философии по традиции называются онтологическими актами или онтологией, их в них возникают некоторые предметы, некоторые объекты, которые суть вот создания, дающие рост, вот скажем, первый акт вместимости, совершенный когда-то кем-то, такой, что уместился мир в качестве пейзажа. Он есть возможность большего пейзажа, то есть возможность всех последующих совсем других, новых, разнообразных пейзажей. Также мысль тоже предполагает акт первовместимости, и в этом смысле как раз я определял ее, что мысль есть возможность большей мысли, мысль есть возможность мысли, нужно давать мысли, а не мысли. и вот то, что чаще всего Прус называет особой реальностью произведения, вот есть вот этот срез существования вот таких особых каких-то объектов, хотя их нельзя увидеть в качестве объекта, так как можно увидеть человека, дерево, стол и так далее, и так далее. Это явно какие-то дискретные, выделенные устройства, являющиеся условием продуктивности нашей душевной жизни и мысли и как бы выбрасывающие свои росты, выбрасывающие из себя какие-то росты в нашу на поверхность выступающую сознательную и мыслительную жизнь. Вот то, что уже можно сделать после того, как есть акты первой вместимости, все это на поверхности и привычные уже поверхности. Скажем, например, о европейце я могу сказать так, что не в том смысле, что Европа лучше Грузии. Философия вообще не считает, что хороший или плохой есть принадлежность каких-либо предметов. А просто европейцы есть человек, о котором имеет смысл говорить в терминах морали и описывать его в терминах морали, достигая тем самым какой-то полноты и уникальности описания, то есть понятности. захrea говорят, как проехал. Продолжение следует...